друзья мои хочу поделиться с вами новостями кардиологии недавно вышла такая новость касаемо омега-3 полиненасыщенных жирных кислот дело в том что эти препараты принимают всем кому не попадя всем кому показано и не показано для профилактики как говорится сердечно-судистых заболеваний но на самом деле у меня есть ролик уже про омега-3 полинасыщенной жирной кислоты можете посмотреть его там я более подробно говорила о показаниях и о побочных эффектах омега-3 так вот совсем недавно комитет по оценке риска развития побочных эффектов европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал внести в побочные эффекты препаратов содержащих омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты фибрилляцию предсердий комитет проанализировал все эти многочисленные исследования которые были проведены научное исследование с доказательной базой которые были проведены у пациентов принимающих омега-3 полинасыщенные жирные кислоты с целью лечения гипер 3 глицеридами а мы помним что омега-3 чаще всего назначают при лечении повышенного уровня 3 глицеридов крови и вот комитет проанализировала все научные исследования которые есть сейчас на данный момент на 2023 года сделал вывод о том что пациенты принимающие омега-3 полинасыщенные жирные кислоты особенно в большой дозировки а именно 4 грамма у данных пациентов риск развития фибрилляции предсердий возникал в разы чаще фибрилляция предсердий это такая аритмия характеризующаяся неправильным сокращением сердца в частности предсердий то есть возникает у людей дополнительные микро очаги микро импульса в норме импульс должен возникать в синусовом узле и далее опускаться к 3 вентрикулярном узлу возбуждая ниже уже желудочки по волокнам парки и распространяться и мы слышим как сердце сокращается тук-тук-тук-тук фибрилляции же предсердий характеризуется тем что импульсы возникают не только в синусовом узле но и вокруг синусового то есть большом количестве в левом предсердии они этих импульсов может быть 300 400 импульсов они могут подавлять а синусовый узел и с большой частотой вызывают такие такое сокращение сердца до 300 ударов в минуту но дело в том что далее импульсы проходят на в узел и а вы узел он как стражник такой он блокирует чтобы желудочки не разорвались и не это не привело вообще к сам мгновенной смерти а вы узел блокирует и поэтому на выходе на икг мы видим частоту 150 ударов в минуту на самом деле но на самом деле их это фибрилляция характеризуется еще большей частотой в два раза больше но по икг мы видим 150 потому что половина импульсов а тревентрикулярный узел заблокировал вот что значит фибрилляции предсердий многие из вас кто смотрит это видео они уже наверное слышали об этом заболевании или же в будущем столкнуться с этим заболеванием будут изучать эту тематику более досконально так вот помните в чем опасность фибрилляции кроме я прошу прощения у меня к ребенку пришли гости шумно пришли еще дети все гости это так здорово приглашайте гостей к себе почаще так на чем я остановилась чем опасно фибрилляция кроме неблагоприятных симптомов вот вот этих явлений до неприятных до перебой в работе сердца пациента ощущают фибрилляция предсердия опасно тем что возникает риск развития инсульта в разы он увеличивается дело в том что когда сердце фибриллирует она сокращается неправильно вот так вот предсердия сокращаются и возникают завихрение крови не в ушке левом предсердии в частности ушка левой претерзий она такое рыхлое очень и завихрение там виду такого беспорядочного сокращения предсердий образуются завихрение определенные за 100 и которые приводят к формированию тромбиков тромбо массы потом этот трон может вылететь особенно при восстановлении синусового ритма полететь в головной мозг и вызвать инсульт вот этим очень и опасно фибрилляции предсердий на самом деле население в мире стареет продолжительность жизни увеличивается и к прогнозам 2050 году фибрилляции будет в несколько раз больше потому что чаще всего фибрилляции возникают уже очень пожилых людей риски развития фибрилляции так конечно же это ожирение гипертония и алкоголизация и есть неправильно тоже риск развития это в эмбриогенезе когда идет неправильная закладка самого сердечка ну в общем чаще всего это идиопатическое заболевание то есть причина неизвестна фибрилляции но есть факторы риска определенные в том числе заболеваний щитовидной железы а и тут очень много в общем не буду перечислять вернемся к омега-3 полинасыщенным жирным кислотам так вот комитет предлагает внести фибрилляцию предсердий в побочные эффекты омега-3 полинасыщенных жирных кислот то есть когда вы будете открывать инструкцию к применению препарата омега-3 полинасыщенных жирных кислот и читать побочные эффекты так вот будет вынесена фибрилляция предсердий да она конечно не у каждого 2 развивается и развивается она чаще при большой дозе употребления омеги в дозе 4 грамма но все же есть риск развития особенно у тех людей которые предрасположены к развитию фибрилляции предсердий поэтому я хочу вам сказать напомнить о том что любое назначение должно быть обосновано должны быть определенные показания к назначению омега-3 полинасыщенный жирных кислот нельзя просто так их горстями есть без перерыва тем более и не оправданию то что я и мало рыба либо я живу там в каком-то таком регионе не морском это не оправдание нет должно быть четкое показатель применению омега-3 полинасыщенных жирных кислот это гипертриглицеридами когда могут триглицеридов в крови когда у нас много триглицеридов в крови когда человек много ест, страдает ожирением, это одна из причин гипертроглицеридемии. И если не помогают статины, не помогают фибраты в лечении гипертроглицеридемии, не помогает изменение питания, похудения, вообще изменение образа жизни, тогда мы третьим препаратом назначаем омега-3 полинасичные жирные кислоты. Все, если ваши три глицериды в норме, никаких омега-3 вам не нужно принимать. Все остальное это просто маркетинговый ход, это заработок фармкомпании, вы кормите фармкомпании, вы просто их обогащаете, надеясь на волшебную таблетку. А волшебная таблетка, ее просто напросто не существует. И я на своем курсе говорю людям, которые приходят ко мне на мой курс по нормализации артериального давления и оздоровлению. Подробности вы можете узнать по ссылочке, которая находится в шапке профиля, либо в описании к этому видео. Я говорю, дорогие мои, если бы я владела знанием, что существует волшебная таблетка, и она бы у меня была, я бы, конечно, с вами поделилась. Мне не жалко, я бы сказала, что вот пейте вот это и будет вам счастье. И вы никогда не испытаете ни инфарктов, ни инсультов, у вас всегда будет нормальное давление. Но, к сожалению, еще современная наука не придумала такой волшебной таблетки, ее не существует. Но что можно уже сейчас сделать? Можно нормализовать свой вес. Люди, которые страдают сердечно-судистыми заболеваниями, должны просто, обязаны соблюдать принципы кардиопитания, соблюдать достаточную физическую активность. Это 5-8 тысяч шагов в день хотя бы. Снижать давление, если оно повышено, то есть держать давление под контролем, если оно повышается. Лечить атеросклероз, если он имеется, атеросклероз, это бляшки в артериях. Лечить как? То есть принимать статины, если доктор рекомендовал. Снижать вес, еще раз повторюсь, обязательно. Снизив вес, снизится и триглицериды, снизится и уровень холестерина в крови. У меня на курсе есть такие пациенты, которые, снижая свой вес, у них снижается давление, приходится отменять терапию по давлению и еще и уходим от статинов. Так вот, если вы хотите, пожалуйста, соблюдайте немедикаментозные способы лечения сердечно-судистых заболеваний. Какие это? Это кардиопитание, определенные физические нагрузки, которые разрабатываются индивидуально для пациента, потому что тот пациент, у которого будет гипертония, у него одни физические нагрузки, тот пациент, у которого уже есть сердечная недостаточность с огромными отеками ног и мошонки, да, а я таких видела пациентов в стационаре, там уже будет другой тип физической нагрузки, пациенту с сосудистым поражением коронарных артерий, там будет третий тип физической нагрузки, да, то есть кто-то и полторы тысячи шагов не может в день пройти, то есть здесь все очень индивидуально. Значит, кардиопитание, физическая активность, расширяем физическую активность, снижаем вес, отказываемся от курения, убираем соль и повышаем свою стрессоустойчивость, как именно, рассказываю опять же на своем курсе. Те люди, которые приходят ко мне на курс по нормализации давления и оздоровлению, еще и учатся, кроме этого, работать с повышенным уровнем тревоги, с депрессивными состояниями. Я обучаю этому, потому что на курсе есть психотерапевт, который учит пациентов определенным практикам справляться со своими эмоциями, нормализовывать их, снижать уровень тревоги и, а тем самым, когда снижается уровень тревоги, снижается уровень и давления, и чистоты сердечно-сокращения, и риск развития фибрилляции снижается в том числе. И человек меньше ест, соответственно, раз меньше ест, начинает худеть, а раз начинают худеть, соответственно, холестерин снижается немножко, правильное питание, правильное он придерживается холестерин, триглицериды снижаются, тем более, если пациент принимает статин, триглицериды хоть как снизится. На этом все. Я еще раз подчеркну, что к любому препарату, даже витамину, должны быть определенные показания, потому что любое вещество имеет побочные эффекты. Важна доза, то есть все есть яд, все есть лекарства, важна доза. И омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, даже если мы в поликлинике назначаем как дополнительный препарат, и то мы назначаем тысяча-две тысячи миллиграмм, ну или один-два грамма, но никак не четыре. Помним о том, что омега-3 полинасыщенные жирные кислоты могут провоцировать фибрилляцию предсердий, не очень такую приятную аритмию. Ну а меня с вами была Стойка Ольга Александровна. Я в начале видео не представилась. Мой кардиологический стаж уже более десяти лет. Я являюсь как врачом стационара, так и поликлиники. Также я вот недавно создала свой курс, о котором вы уже услышали. Будьте здоровы, берегите себя, делитесь этим видео с друзьями, с близкими, с коллегами. Ставьте обязательно лайк и задавайте вопросы в комментариях. Я обязательно читаю все комментарии. На некоторые я отвечаю, когда у меня есть на это время. Поверьте, не всегда есть возможность ответить, но я читаю все и с учетом ваших комментариев, пожеланий я в дальнейшем снимаю видео. Вот такая сегодня новость была, поэтому будьте аккуратны с препаратами, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к врачам, к специалистам, к людям с высшим медицинским образованием, с многолетним опытом работы, которые постоянно учатся, которые имеют много очень положительных кейсов, которые вылечили и оздоровили десятки тысяч людей. Обращайтесь к профессионалам и будет вам счастье. пока-пока.